Друзья, всем привет! И этот выпуск мы с вами начнем с интерактива. Все те, кто подписан на инстаграм нашего канала, уже давно знают, о чем пойдет речь, какую я машину спрятал за черной ширмой. Но вы же присаживайтесь поудобнее и постарайтесь угадать. Давайте я вам дам ряд подсказок. У этого автомобиля клиренс заявленный 130 миллиметров. Здесь стоит мотор объемом 3,6 литра. Атмосферный мотор. Этот автомобиль разгоняется до первой сотни за 7,4 секунды. В этот автомобиль с большим комфортом может сесть 8 человек. На этом автомобиле огромное удовольствие отправиться куда-то в путешествие и в нем есть все самое необходимое. Круговой обзор, вентиляция, навигация. То есть это богатая комплектация. Я уверен, что жители крупных городов, городов-миллионников, вряд ли вообще встречали этот автомобиль в потоке, потому что это очень редкая машина. Как вы думаете, что это? Нажмите на паузу и напишите ваше мнение в комментариях. Времени осталось совсем чуть-чуть. Это американец, это минивэн. Кто же, кто же это, друзья? Это Крайслер Пацифика. Автомобиль представлен миру в 2016 году. В нашей же стране он продается с 2018 года. Довольно-таки редкая машина, потому что ценник у нее... Попробуйте угадать ее ценник. В общем, друзья, присаживайтесь поудобнее. Сегодня я вам покажу очень редкую, но очень интересную машину. Насмотрев это видео до конца, вы сами скажете, блин, да, американцы делают вещи. Поехали. Но прежде чем мы с вами начнем, я хочу вам рассказать про один уникальный проект, имя которому крипточасы. И не нужно думать о том, что рельс сейчас поет о финансовых пирамидах. Нет, все те, кто зарабатывал хоть раз на криптовалюте, все, кто хоть раз ей интересовался, прослушайте это сообщение до конца. Вам оно 100% будет полезным. Сегодня в мире существует несколько кошельков для хранения криптовалюты. Как правило, все они представлены в виде простой флешки. Проект, о котором хочу рассказать вам я, придумал один из акционеров нашего канала. Это криптовалютный кошелек, сделанный в виде смарт-часов с довольно-таки стильным дизайном. А главное, что на этих часах можно хранить криптовалюту и не опасаться потерять ее, так как любая операция по отправке криптовалюты будет происходить через отпечаток пальца. Конечно же, эти часы несут свою прямую функцию и показывают вам время. Вы можете менять дизайн циферблата, вы можете замерять ваши шаги, ваш пульс. То есть, это многофункциональное устройство, но основная задача его — хранить вашу криптовалюту. На данный момент происходит уже второй раунд ICO. Что такое ICO? Давайте я вам расскажу простыми словами. Человек придумал идею создать продукт, который может быть полезен многим людям. Тем более, в будущем криптовалюта только будет все больше и больше набирать обороты. Для того, чтобы эту идею реализовать, ему нужны деньги. Таким образом, он приглашает вас стать инвесторами данного проекта. То есть, вы приходите, кладете им определенную сумму денег. Какую? Что? Как? Все вопросы вы можете задать ниже. Будут контакты его, пообщаться с ним напрямую. Вы вкладываете деньги. Как только он собирает нужную сумму и запускает проект в реализацию, и получает первую партию готового продукта, вы их, естественно, получаете первые, ничего при этом не оплачивая. Если же вам эти часы будут не нужны, компания, понимаете, будет разрастаться, будет расти. Вы сможете получать процент от прибыли. Друзья, вы не подумайте, что это какая-то финансовая пирамида, что вас здесь кто-то обманывает. Я лично общался с людьми, кто зарабатывает на криптовалюте. И эти люди не понимают нас, тех, кто говорит, типа, а, криптовалюта, это развод, это неправда. Все это правда. На данный момент проект The Crypto Watch не имеет аналога в мире. Поэтому человеку нужно как можно быстрее собрать денежку, запустить его в реализацию. Все подробности будут по ссылке в описании. Переходите, читайте, знакомьтесь, становитесь инвестором, либо же просто делайте предзаказ на эти часы, у которых действительно большое будущее. Давайте я вам расскажу, как этот автомобиль вообще попал мне в руки. Это автомобиль представительства. Есть Chrysler, Fiat, Jeep, которые мне говорят, выбирай любой автомобиль в нашем модельном ряду. Я зашел на сайт компании Chrysler, посмотрел и увидел, что это единственная версия, которая продается в нашей стране. Когда я полистал фотографии, на самом деле я сразу проникся. Вот это вот семейный минивэн для Америки. Когда вы посмотрите фотографии, которые я вам сейчас увожу на экран, вы сразу вспомните все различные семейные комедии, фильмы. В общем, мне показалось, что этот автомобиль просто-напросто пропитан американчиной. Мне захотелось его потестировать, потому что мы ни разу не снимали ни один минивэн. Когда я обратился в компанию и сказал, хочу Chrysler Pacific, они сказали, да ладно, что серьезно, все джипы просят еще что-то погоняться, чтобы это было брутально. Я говорю, не-не-не, давайте мне Chrysler Pacific. Таким образом, забирая автомобиль представительства, я приехал, увидел паспортные цифры, то что у него разгон 7,4 секунды до первой сотни. Я подумал, да ладно, не может такого быть, может быть что-то напутали. Здесь под капотом стоит мотор V6 объемом 3,6 литра, 280 лошадиных сил, крутящий момент здесь тоже порядка 280. Работает это все чудо в паре с девяти ступенчатой автоматической коробкой передач. Вот разгон 7,4 секунды. Вот на самом деле, друзья, если говорить сейчас языком цифр, вот рядом можно ставить различные седаны. Вот даже вспоминайте, какая машина у вас, какой у вас паспортный разгон. Эта тачка в потоке валит просто как бешеный зверь. Здесь нет никаких режимов спорт, здесь нет никаких режимов эко, здесь есть просто режим D, либо пониженная передача, так называемая L. Когда я еду на ней, стоит мне только начать притапливать газку и нажать в пол, машина просто-напросто дико срывается с места. Вот смотрите, 40 едем в газку и в полочку. Цифры просто-напросто начинают бежать, машина разгоняется более чем уверенно. Если же передвигаться на автомобиле спокойно, будет очень комфортное передвижение, потому что девятиступенчатая коробка работает очень мягко, то есть все передачи, переключения, ну действительно очень комфортно. Если здесь поговорить о том, как вообще машина едет, я вам скажу, это корабль, который на небольшой скорости реально плывет. При этом, если вы хотите разогнаться, тачка вам позволяет, для чего это сделано. Вы можете сесть полностью со своей семьей и скажете, а зачем гонять, да ты что, дети в машине. Все верно, но мотора хватает настолько, чтобы машина была полностью загружена и при этом без проблем спокойно разгонялась. Если я буду сейчас притапливать, тачка просто-напросто начинает срываться с места. Заходить в затяжные повороты на этом автомобиле на скорости до 80 км в час реально комфортно. То есть, знаете, такое сочетание некоторое идет, что он вроде как кроссовер, в тот же самый момент он вроде как седан, то есть управляется машина в принципе очень даже достойно. Вот ты едешь на нем, ты получаешь действительно драйвовое ощущение. Поэтому, кого-то так в потоке наказать на этом минивене, ты просто получаешь бешеное удовольствие. Потому что все едут, смотрят, типа, ааа, минивенчик, газку дал, он поехал. Заявленный расход топлива в городе порядка 12 литров. Вот я передвигался, катался в смешанном цикле, у меня реально получилось около 11 литров. Хотя я знаю, что если на этой тачке вы будете наваливать, расход здесь запросто перепрыгнет, там и за 15 литров. При этом все различные режимы постоянно что-то он пытается экономить, он тебе показывает то, что жмешь нога слишком сильно, сбрось чуть-чуть, тогда будет машина экономичнее. В общем, силовой агрегат для нашей страны один единственный. Я вам скажу, что он здесь заслуживает оценки 5 баллов с точки зрения динамики разгона тяги. Не забывайте о том, что это американец. Соответственно, американцы это богатые люди, особенно те, кто покупает такие автомобили. Рассказывать им о том, что топливо, транспортный налог, им пофигу. Кайф в том, что эту машину вообще привезли в Россию, что есть возможность ее купить. Хотя я уверен, что продажи там будут исчисляться единицами. Но тем не менее, те, кто будут покупать такой автомобиль с точки зрения передвижения куда-то на отдых, путешествия, будут получать огромное удовольствие. Я вам сейчас расскажу почему. В первую очередь, если мы сейчас посмотрим на внешний вид автомобиля, на самом деле, ну, чего-то прямо, знаешь, вау, здесь не скажешь. Тот же момент скучным его тоже не назвать. То есть, все, конечно же, на любителя. Кто-то скажет, минивэн, да мне он вообще не нравится, как кузов автомобиля. У нас ближний здесь идет ксенон, при этом дальний у нас идет галогенка. Хотя ценник автомобиля, подчеркиваю, вас удивит. При этом у нас есть система кругового обзора 1. У нас есть активный круиз-контроль 2. В целом, вообще, автомобиль сам по себе неплохо нафарширован. Парктроники, противотуманки, здесь это все само собой разумеется. Вставочки, вот эти вот катафотики, все это американщина, придает ей свой шарм. Колеса у нас 18-я, передняя подвеска у нас идет типа Макферсон, задняя независимая, многорычажная. Передвигаясь на этом автомобиле, подчеркиваю, то есть очень хорошо сбалансирован. Он в тот же момент мягкий и в тот же момент, когда ты разгоняешься, ты не чувствуешь, что ты едешь на каком-то микроавтобусе. Цена автомобиля сегодня 4 миллиона 200 тысяч рублей. При этом 280 сил, то есть повышенный транспортный налог. И многие скажут о том, что есть другие автомобили, что есть микроавтобусы от Volkswagen, есть микроавтобусы от Hyundai. Конечно, все это есть. Я сделал публикацию в Instagram нашего канала, и что же про этот автомобиль сказали люди. Одни говорят то, что прикольная тачка, семейные люди однозначно его поймут. Другие говорят то, что это все фигня, потому что ценник высокий, транспортный налог, и все из этого вытекающее покупать его никто не будет. И с этим очень сложно поспорить, потому что имея 4 миллиона 200 тысяч рублей на автомобиль, уверен, многие из вас выбрали бы что-нибудь за 3 миллиона рублей, там 7-местное. При этом осталось бы еще лям 200, а то и более. Так вот я вам расскажу. В первую очередь автомобиль очень сильно нафарширован. У него изначально уже идет система автозапуска. Все здесь открывается с кнопок, все здесь складывается. Я могу два раза нажать на пульт, у вас открывается одна дверь. То же самое будет происходить с другой дверью, то же самое будет происходить с багажником. И с одной стороны, тебя этим не удивить, но для комфорта за эти бабки ты получишь. Вспоминайте сразу о том, что вы получите, покупая автомобили попроще. Салон этого автомобиля это отдельная история. Исходя из того, что автомобиль семейный, он сделан для путешествий. Здесь, посмотрите сами, если все сложить, можно убрать все сидения, включая даже пассажирское. Объем багажника получится практически 4000 литров. При этом все довольно-таки ровно сделано. То есть можно постелить матрас, отправился ты там один или с кем-то путешествует, там двоем с женой. То есть вы можете действительно кайфовать в этой тачке. Все здесь сделано по-человечески. При этом, обращаю ваше внимание, у нас здесь сделан целый блок управления. Про всякие прикуриватели я даже не говорю. То есть третий ряд сидений полностью управляется кнопками. Где же сидения, спросишь ты? А вот они. Нажимаем на кнопочку и происходит трансформация нашего салона. На самом деле, такое ранее я нигде в автомобилях не встречал. Сделано, ну знаешь, скажем так, эффектно. Оп. И полностью все происходит самостоятельно. То есть и не нужно никуда лезть, ничего тянуть. За исключением только подголовников. При этом, вот этими кнопками мы также можем наклонять наши спинки сидений. То есть, знаешь, сделано все так, что ты садишься и ты кайфуешь. Таким образом, вот этот третий ряд сидений, он у нас получается, знаешь, такой богатый. При этом, второй ряд сидений, чтобы убрать его в пол, нужно это делать механически. Что у нас получается, когда мы сложили третий ряд сидений? То есть место просто вагон. То есть некая ванна. Ну смотри, серьезно. Это тебе не какой-то там багажничек, где ты сидел и мало. Для чего я это показываю? Если сюда постелить резиновый коврик, у тебя есть собака. То есть для нее здесь полноценное место. Сел там все, едет она в дороге, там, знаешь, покушал, попил водички. Ну действительно комфортно, согласитесь. Вы спросите, а что будет, если ты, например, пробил в дороге колесо? Американцы, люди все продумали. Друзья, вы хоть раз видели такое, чтобы запасное колесо, ну, докаточка, пряталось вообще где-то в крыле? Я когда об этом увидел, когда мне человек знакомил с машиной, я сказал, да ну нафиг, что серьезно? Знаешь, мелочь, казалось бы, а с другой стороны, ну, необычная машина, согласитесь. Если мы посмотрим под автомобиль, то есть днище у нас получается ровное. Ничего не торчит. Я вам напоминаю, так, например, из Nissan Murano. То есть там глушитель, он торчит снизу. Куда ты выехал на бездорожье? Можно зацепить. Здесь же клиренс вроде как 130 миллиметров. Мерится по низкой точке. Но при этом, сколько я передвигался, я выезжал на проселочную дорогу, в принципе, достойно. То есть ни разу нигде не цеплял. Даже когда вы в городе будете подъезжать к бордюру, свес довольно-таки высокий, поэтому зацепить бампером здесь будет проблематично. В двери у нас, получается, колоночки, свет есть дополнительный, можно закрыть самостоятельно, но также есть кнопочка. То есть все сделано, знаешь, по-человечески. Ты приехал, присел сюда, ты можешь посидеть где-то, рыбку половить. Но на самом деле, друзья, все сделано, в принципе, удобно. По обзорности здесь даже говорить нечего. Машина просматривается полностью. Ты сидишь, посадка высокая, все сделано очень круто. И прежде чем мы перейдем дальше, вы скажете, ну да, да, хвалишь машину, тут плюсы, там плюсы. Друзья, у этой машины один значимый минус. Это ее ценник и это ее количество сил под капотом. В силу того, что это не какой-то там Land Cruiser 200, Lexus LX 570, какой-то дорогой Mercedes или BMW, спрос на автомобили будет мизерный. Соответственно, такую машину по кайфу покупать тем, у кого бабки есть. Вот на самом деле, кто прокатится раз на ней, семейный человек, у кого много людей там в семье, бабушек, дедушек надо возить, он будет просто в восторге. Я вам серьезно говорю. Покатавшись на машине, я просто от нее кайфанул. Идемте дальше. Салон не перестает удивлять. Если, допустим, в автомобиле передвигается несколько человек, я могу сесть сзади, да, я сложил сиденье, все, я кайфую. Подчеркиваю, это отдельная история. Ты сядешь, ты здесь будешь реально кайфовать. Едешь, все просматривается. У нас огромная панорама. Комфортно в машине. Если нам нужно подцепить еще пару братишек в дорогу. Что мы делаем? На самом деле, все происходит легким движением руки. К сожалению, вот этот второй ряд, он механический. Поднимаем, дергаем за хвостик. То есть здесь, конечно же, нужно, друзья, применить мужскую силу. Опс. Давай, иди сюда. Раз. Далее мы еще раз за хвостик. Лопа. И потом просто аккуратненько, не спеша, складываем пол. Сделать со второго раза. Присаживаемся. Все можно дальше настроить под себя. Все. Поехали. Что у нас есть еще? Есть у нас столик. У нас есть дополнительные подстаканники. Они находятся в центральной консоли. То есть для меня и для пассажира все будет. Здесь у нас также есть USB, HDMI. Для чего? А вот для чего. Здесь у нас целый мультимедийный дисплейчик. Который, я вам скажу, достойного качества. Как и сама центральная мультимедиа, все читается, все достойно. Если мы его сейчас включим, там будут различные предустановленные приложения. То есть поиграть в различные игры. Для детей все сделано. Опять же, ты можешь включить какой-то фильм, ехать, наслаждаться. Сверху у нас здесь еще целый блок управления, на котором можно выстраивать климат-контроль. И здесь у нас есть кнопочка, нажимая на которую у нас происходит следующая история. Мы можем двигать переднее сидение. То есть когда нету пассажира, я могу убрать как мне удобно. То есть это круто, правильно? То есть тебе не нужно говорить, пап, подвинь там это кресло. Сел для себя, все. Включил фильмец, кайфуешь. Сейчас пока я вам показываю автомобиль. Вот хоть кто-нибудь там, Volkswagen, там я не знаю, Multivan, все эти различные. Кто-то есть достойный конкурент по оснащению этой машины. Это, к слову, о том, почему она стоит 4 миллиона 200 тысяч рублей. В общем, такого уровня по салону с точки зрения трансформации я еще нигде не видел. И самое главное, что когда ты все это складываешь, раскладываешь, ничего не дребезжит. То есть передвигаясь по городу, тишина полная стоит. И таким образом можно присесть. Кока-кола, фильмешник. Куда поедем? В Южную Каролину или куда? В Нью-Джерси. Конечно, странно, что все здесь идет электронное. Куда ни нажми пальчиком, все закрывается самостоятельно. При этом второй ряд сидений нужно складывать механически. Что мы получаем, присаживаясь за руль автомобиля? Ну, в первую очередь, друзья, когда ты садишься в автомобиль, посадка-высадка. Это, само собой, дискомфорта никакого нет. По центральной части. Вот это вот многофункциональное устройство мы могли видеть с вами на моделях Jeep. В чем оно хорошо? То, что реально хорошая детализация, хорошая четкость. Но с точки зрения прорисовки дизайна, то есть оценка, конечно же, 3 балла. Ничего интересного нет. Но смотрите, как сделано. Все в разнобой разбросано. При этом у нас есть подогрев сидений, само собой. У нас есть вентиляция сидений. У нас есть камера кругового обзора. У нас есть подогрев руля. Мы можем с помощью дисплея складывать сидения. В этом плане, конечно, выбор огромный. Единственный минус у того же самого кругового обзора, что когда вы передвигаете со скоростью выше 10 км в час, он отключается. И вот минус в том, что нужно просто-напросто плестись, чтобы он не сбросился. Потому что только мы разгонимся свыше 10 км, он сразу отключится. Вот мы едем сейчас 7-8 км. Вы скажете, это правильно, так и нужно. По двору 5 км. Окей, не вопрос. Но иной раз ты просто накатом начинаешь ехать 11 км, и он тут же сбрасывает. Опускаясь ниже, здесь у нас идет управление климат-контролем. У нас идут вспомогательные системы. С точки зрения дизайна, оценка, конечно же, ну честно говоря, 2 балла. Ну как-то некрасиво такое ощущение. Как будто собрали все возможные функции подогрева, парктроники, курсовая устойчивость и просто оп, бросили сюда и все это попало. Селекторы переключения передач у нас выглядят в виде просто вот такой крутилочки. Задняя передача, нейтральная, да понижающая передача. У нас электронный стояночный тормоз. Опускаясь ниже, у нас здесь идут различные ниши для телефонов, аукса, USB. Всего этого в автомобиле просто-напросто в изобилии. DVD можно ставить, Blu-ray там воткнул, посмотрел фильм. Есть огромная ниша для того, чтобы можно было положить пачку чипсов, поставить Coca-Cola, ехать, кушать, наслаждаться дорогой. Здесь у нас идет вообще огромная ниша, то есть пространство, куда можно положить еще что-то. Прикуриватели, USB-шные розетки, подчеркиваю, всего полном. Приборная панель, это отдельная история. Когда-то на нее посмотрите, здесь столько различных цветов, что это просто-напросто даже поначалу интересно. Кажется вроде как елка целая такая, но в тот же момент едешь, особого напряга нету, но возникает слово такое именно прикольно. Датчик дождя, датчик света, все это в автомобиле есть. У нас идет огромная панорамная крыша, то есть мы ее можем как открыть, мы можем открыть люк. У нас есть дополнительное салонное зеркало, которое помогает видеть весь салон, что в нем происходит. То есть детей все будут под контролем, никто у нас никуда не пропадет. Чему-то придраться с точки зрения чего-то здесь не хватает, но вот просто напишите в комментариях, чего вам еще нужно-то. Все просто-напросто есть. Конечно же по салону вот эта вот красота, я назвал бы ее в кавычках, потому что ну не то. Но с точки зрения нафаршированности все необходимые функции здесь присутствуют. Про такие мелочи, как шторки, я вам даже не говорю. Бокс, открываем, подстаканники сначала идут, но на самом деле это еще не все, потому что можно продвинуть его дальше. У вас здесь идут два пульта с тачпадом, вот это вот, можно играться пальцами. То есть все это сделано, наушники идут, друзья. Ну вот вы скажите, в каком автомобиле вы видели подобный набор функций? То есть все, что вы хотели бы назвать, там можно купить мультивенчик. Да в мультивенчике этого и близко не будет. Таким образом, что мы получаем? Тачка дорогая. Но вы видите сами, что по оснащению, по уровню комфорта здесь есть все, что нужно и даже немножко больше. Если рассматривать его с точки зрения путешествия, ты сел, выстроил для себя все различные режимы. Включил климат-контроль, включил вентиляцию сидений, включил навигацию. Отправился куда-нибудь на море, там не знаю, в Испанию поехал поплавать, с друзьями сидишь. Вы просто здесь все будете кайфовать по полной программе. С двадцаточки газку в пол. Вот ей нужно чуть крутануться, из четырех тысяч машина просто-напросто улетает вперед. Реально, тачка, блин, вот я честно скажу вам, когда я ее забрал, я ехал по МКАДу, я получал бешеное удовольствие, которое я не получаю от многих седанов, когда мы их тестируем. На этой машине почему-то прямо иной раз хочется, знаешь, в больную. Прямо едешь-седешь, думаешь, ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. Пошел. Просто великолепные показатели, потому что ты смотришь, как бегут цифры по дисплею, машина очень быстро набирает скорость. И чувствуешь ты себя максимально комфортно. Нет какой-то, знаешь, такой шатки, валки, какая присутствует с каким-нибудь микроавтобусом. Ты едешь с удовольствием. Если говорить о габаритах автомобиля, это важно. Потому что машина в длину 5200 мм, это много. Когда ты сел на него, поначалу знаешь, что слегка непривычно. Особенно, когда ты смотришь назад, в салонное зеркало, машина большая. Но ты к этому очень быстро привыкаешь. Заезжая во двор, вы сами видите, машины повсюду стоят, в принципе, достойно. Машину чувствуешь, потихонечку едешь, не спеша, какого-то напряга абсолютно нет. Естественно, бывают дворы более узкие, бывают такие ситуации, когда человек какой-то поставил автомобиль так, что ему вообще плевать, что там на чем бы ты ни ехал, ты не проедешь. К вопросу парковки на этом автомобиле можно даже не подходить. Реально, в силу того, что есть все. Прямо я сейчас паркуюсь просто миллиметр в миллиметр. Более того, у меня была ситуация, когда я парковался, например, я ехал сзади стоящий автомобиль, и он мне прямо, когда оставалось 30 сантиметров до него, сам машину, грубо говоря, протормозил. Сказал, все, нет. И сейчас разобьем попу, нельзя. Если полазить по мануалу, прочитать его от и до, я уверен, здесь еще столько скрытых фишек, о которых я вам не рассказал. Есть автоматический автозапуск, как я вам сказал, заводить его в зимнее время, когда температура ниже 4 градусов, он автоматом вам включит сразу подогрев руля, автоматом включит вам подогрев передних сидений. Точно так же для третьего ряда пассажиров есть отдельный свой люк, то есть можно открыть шторку, сидеть с комфортом. Друзья, здесь можно говорить бесконечно, нужно попробовать. Вот если вдруг вы вообще посмотрели и говорите, блин, у меня как раз есть бабки для того, чтобы купить нечто подобное, вот я вам рекомендую, реально пройдите тест-драйв. Ни в коем случае я никого не призываю покупать автомобиль, не подумайте, что этот ролик рекламный, нет. Принимайте, делайте выводы самостоятельно. Факт в том, что тачка реально достойная. Соответственно, есть возможность, прокатитесь, пощупайте, посмотрите. Вы 100% будете получать от нее бешеное удовольствие. Звук очень приятный, когда разгоняешься. Пришло время сделать выводы. А они здесь максимально простые. Крайслер Пацифика, который в нашей стране представлен в одном единственном экземпляре по цене 4 миллиона 200 тысяч рублей. Покупать вы его, конечно же, не будете, потому что ценник очень дорогой. И наверняка вы приведете десятки автомобилей, которые можно было бы купить, да еще и осталось бы денежек. Но все те, у кого есть бабосики, все те, кто любит путешествовать, все те, у кого есть возможность передвигаться по стране, по миру с друзьями. Ребята, обратите внимание на эту тачку. Четвером с друзьями засел, отправился куда-то в Европу. Ты просто будешь получать колоссальное удовольствие от этого автомобиля. Динамика, вместительность, комфорт в этом автомобиле присутствует все. Я вам честно скажу, мне машина очень сильно понравилась. Не подумайте о том, что какой-то это хвалебный тест-драйв. Нет, ну реально, парни, вы посмотрите сами, скажите, какие у нее минусы. Просто шикарный автомобиль, да, недешево. Но тем не менее, вот как тачка, просто оценка 5 баллов. Какие у нее будут минусы, поломки тем, кто ее купит, он за это переживать точно не будет, потому что на содержание денежка есть. Друзья, вот таким получился у нас сегодня тест-драйв. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки, ставьте ваши дизлайки. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока.